Громкой премьерой начал новый сезон Московский художественный театр имени Чехова. Его труппа представила публике «Мастера и Маргариту». Свою версию знаменитого романа Булгакова предложил венгерский режиссер Янаш Сасс. Нынешняя постановка одна из самых масштабных. Не занято более 60 артистов. Авторы спектакля постарались не только по-другому показать хорошо известных персонажей, но и расставить новые акценты. Что получилось, одну из первых смогла оценить Яна Подзюба. За дьяволом прямиком под землю в митрополитене самое место темным силам Воланду и Мистики. Весь спектакль встал на рельсы. Вагонами доставляется нечистая сила, добро и зло сталкиваются в дверях. Ярко-красная буква «М» становится магической. Насколько каждый решает для себя сам. А под землей у нас все исходит из-под земли в современном мире. Поэтому мы там. Мы все там. Сами того не знаем. А я не хочу объяснять, почему действие перенес метро. Если я начну объяснять, все упрощу. Так что сами себе и объясните. Понти Пилат в пиджаке. Леви Матвей с камерой, спецназ с дубинками. И мастер и Маргарита живут в Москве сегодняшней, которая легко узнается. В быту – плазменными панелями, в музыке – электронным брейкбитом. По-новому звучат и старые шутки. Каким отделением, говоришь, выдан документ? А! В 412-м! А как? Тихо! Знаю, как отделение, там кому не попадет, документы выдают. Современные технологии. Не декорации, а художественный язык. Чтобы чудо стало реальностью. Вот если отправили директора театра в РИТе, черт знает куда, там он и окажется. Иди! Какой ты ходит! Да ладно! На экранах распятия, на сцене дождь, вода заливает артистов, огонь охватывает рукописи. Границы реальности и вымысла стираются. Сцена игру больше не ограничивает. Мистика обрушивается на зал. Деньги оказались в руках у каждого. Игра со зрителем, мистификация, купюру как доказательство. Москва, за которой наблюдает Воланд, не только в романе или на сцене, но и в зале зрительном. Зрители купились. Актёры в зале, весь зал актёры. Смешалось и закружилось всё в сплошной вертеп. Чтобы каждый в итоге остался наедине с собой. И ещё раз пережил историю о главном. О любви. У него есть силы писать. Потому что она любит его. Это, в общем, очень жизненная история. Ну, а то, как это сегодня воспринимается, вы видели. В общем, зрители же не врут. Это не придуриваешься так, вот как они. Они не отпускали актёров несколько минут. Аплодировали, кричали «Браво!» и благодарили за то, что разговор получился честным. Само собой. Яна Позибан, Мария Емельянова, Борис Леонов, Сергей Рощокин. Первый канал.